Мой отец первую мировую участвовал в 1890 году, так, служил в царской армии, так, имел ружье, ходил на охоту, так, и служил, вот, когда отличный стрелок был. Идут на стрельбище, так, вот, рота, оттуда возвращаются, так, 4 или 3 человека на штыках булка, это означает, что отличный стрелок, и вот сколько за 2 года он ходил, все время отличный стрелок был. А потом, в 14-м году война, так, он участвовал в войне. Ну, я вам что скажу, вот, говорит, как они там воевали, окопы тут наши, а тут немцы, так. И вот, говорит, перерыв, сижу, я, говорит, замаскированный, все, как следует. Как только, говорит, штырь, указки, у них штырь были, указки, так, тоненький, так. А я уже на цели, говорит, сижу, так, как только лоб оказался, раз, есть, вот, есть. Ну, ладно, а потом, значит, наш, это как, немецкий самолет летит над землей. Вот, наша артиллерия, раз, один снаряд, два, третий раз, все, подлетел. Ну, что там? Держик, отвечай на свои вопросы. Обожди, обожди. У тебя 60. А потом, значит, мы заняли оборону, круглую оборону, лес был, так. Вот идут, мы стреляем, мы стреляем, так. Вот, отбивали, отбивали, вот, по, это дивизия полностью. Вот, полностью дивизия была. Сколько мы там, с недели, наверное, отбивались, так. А потом, говорит, рожок играет командира дивизии, прекратить огонь. А, вот, прекратили огонь, немцы подходят, значит, так. Ну, мы, что, берешь эту винтовку, отберешь, раз, вот такая сделаешь. Бросаем эти, вот, быстрее, быстрее, так. Вагоны точно так как погрузили нас. Девять дней ехали в вагонах. Ни глотка воды, ни куска хлеба, ни одной папирочки, так. Вот, вот, и вот, значит, сидишь, у кого-то там одна папирочка, вот, свернули по всему лагону. Курнер, говорит, вот, вот так, голова вниз. Ну, ладно, приехали. Почелили, значит, казармы какие-то. Ни дверей, ни окон, так, а уже осень, морозы. Так, началось, мне, говорит, 15 человек, 10 за ночь убирают, так. И вот, с месяц, так. А потом, значит, уже от дивизии осталось 300 человек. Да, еще в этом, в этом бою, когда Кургулу, это, лес, мы, говорит, расположились, так, и отбивали атаки. Около 350 человек убитых было, командир дивизии говорил. Ну, ладно. А потом, значит, которые обслуживали, вот, ну, полицай, так, оборвались сапоги и прочее. А мой отец первого класса был, сапожник. Строить, так, человек 300 нас. Вот. Стоит переводчик, стоит, немец, переводчик говорит, кто? Сапожник. Четыре шага вперед. Вышли четыре человека. А сосед-то знает меня, что я сапожник? То ты выходи, выходи. Вот. Ну, и я вышел. Вышел. Вот, разошлись все. Вот. Повели нас стоять будки такие большие, железные. Так, говорит, сюда. Вот. Я посмотрел, я такого, говорит, не видел инструмента сапожного. Так, так, потом пригносит немец, трое сапог, булку хлеба, так, сделай, Русь, так. Ну, я тут уже, говорит, зажил. Ну, ладно, сколько там, месяц прошло, так, приезжай из чельского хозяйства, вот, представитель, и говорит этому своему начальнику, подберите хороших людей, работа в чельском хозяйстве. Так, ну, и меня тоже, вот. Приезжаю к хозяину, говорит, первым долгом на весы. Так, проходит месяц на весы. Ну, тебе, говорит, как поросенка можно. Вот. Привет, говорит, сколько. Так, а поле садишь на велосипед, 3 километра, едешь, так, там, ну, сельскохозяйство. Просто кочут, упирают это все в тело, так. И вот, значит, что, утром работаем, так, приносит вот такую банку, так, вот, слабого вина и заливает кружку, раз, зачем вот это. Все, пыль там, все, уничтожит, так, ладно. Жор, обожили. Да, я расскажу до конца. А потом, значит, что, 5 метров осталось докосить. Кашу, кашу, кашу. Проиграл 12 часов обед. Так. А я докошу, так, так, летит, говорит, крюк ухватил в сторону, забросил, так, смазать надо, говорит, так. Вот так, такая дисциплина была. Ну, а потом я скажу, это, как я, вот, наша семья в Чернове, вот, было, мне, в 70-м году написано, мне, так, что музей в Изматковском районе села Чернова, организуется музей Никольской средней школы, вот. Заведующая музея, ну, я все описал, вот, у меня, значит, это, как его, альбом, вот, наша семья. Да, я забыл, вот, смотри, все, 6 лет он пробыл там, вот, вот эти фотографии его, вот он сидит, а тут вот. Это какие годы? Это, ну, вот, он попал, значит, в 5-м году, так, 6 лет, в 19-м году пришел, когда приказ уже там был, вот, немцам освободить их, в 19-м году он приехал в Чернову, и там уже с работой в Конкорде, вот. Жов, отвечай. Вот, смотрите, вот, наш, вот, отец Василия Гаврилова, это моя Маша, старший брат, вот, 20-го года, так, танкист, погиб, то есть не погиб, а прям первый, когда напали немцы, так, ранение получил, руку пулеметом перебил, так, вот. Вот, в госпиталь попал, а этот, 24-го года, вот, это я, этот сестра, вот, ну, приезжает, значит, 42-го года, так, и, я показываю письмо, значит, этот брат находится уже в Ливнах, а у нас немцы были, вот, в 41-м году, это 30-го ноября, по 9-е, так, а в 42-м году уже немцев отогнали до Двивинах, и в Ливнах, там, они что-то не наступали, вот, стоял фронт, а этот, Леонид, старший лейтенант, там был, и мне письмо-то прислал, и этот приехал, поедем, говорит, туда, ну, поедем, приезжаем в Ливнах, а Ливнах, там, 33 километра от Чердавого, приехали туда, коммунтируют части, говорим, так, а так, а где такой? Он на посту, мы его вызвать не можем, так, идите, село Корот, то есть, так, вот, дом такой-то, хозяин такой-то, так, идите туда, он ночью придет, я сообщил ему, ну, правда, два часа приходит, белый халат, автомат, пляшка, вот, переговорили 15 минут, я, говорит, не могу, много, потому что минное поле охраняю, чтоб отсюда, наши, никто не попал, минное поле, только зашел, взрыв, а оттуда, вот, я же охраняю, а потом я же второй раз ездил к нему, так, вот, он уже на переправе был, на сосне, и такой, рассказывает, был случай, ночью, говорит, перевожу, так, сели лейтенант и капитан, вот, этому, говорит, на порожки садитесь, на лодки, а капитан взял, сиди, 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 на бок сел, лодка, ты представляешь, и сиди, он говорит, початить сюда, опасно, нет, бесполезно, а ночью, вот, не видно, так, берега, раз, лодка, у берега, так, он раз в воду, пуражка, плывет, так, ну, он ее быстро вытащил, ну, думаю, сейчас, матом погони, так, ничего, поблагодарил, даже, вот, и все, вот такие случаи было, вот, ну, я приехал в Германию, так, да, еще, вот, вот, у меня два двоеродных брата, всю войну прошел, в 25-м году, так, вот, дальше, вот, Горбунов Василий, вот, всю войну танкист прошел, и в 42-м году, в конце, в самую зиму, так, приезжает в отпуск, подбил три танка, так, приезжает в отпуск, и, вот, вот, пойдем, а он жил через речку, на Пятницкой называется, вот, мне еще запомнилось это дело, ну, он рассказал, как все это дело, так, и, значит, был такой, уже к концу войны, так, мы уже подошли там к Эстонии, и, говорит, танки уже, то мотор барахлить, то еще, что, и пушки, там, мне, говорит, я, как капитан, говорит, это дело организовываю ремонт, ремонт делаю, и так, а на шина километр, наверное, такая, так, и все, стоят тут, там, вот, все, вот, охрана была, все, и, говорит, немцы, как нас атаковали, так, мы отбили эту атаку, так, и все, на этом молчал, а потом, 70-й год, он на Калуге жил, 70-й, смотрю, приезжает, в 70-м году, где-то еще в 70-м году, так, заезжает, так и так, вот, вы знаете этот орден, так, давай, говорит, обмывать, мол, кружку его, так, я, говорю, за что, а командир части, говорит, вспомнил меня, когда я, говорит, ремонтировал, немцевую атаку отбил, за этого, говорит, делаю, вот, это Горбунов, Василий, вот, Федотович, вот такие дела. Ну, давайте тогда, теперь, по вопросу. Ну, этого, сейчас, сейчас, этого, так, за ним ухаживает, вот, это, как, похоронные, так, и вот тут, он тоже прошел всю войну конец, но конец уже, вот, отдельно штурмовой, вот, инженерно-саперный батальон, гадчевно-казухового батальона, лейтенант Павлов Леонид Васильевич, вооруженность Орловской области, сейчас у нас, не Орловская, Липецкая стала, из Балтипольского района, село Чернава, в бою за Сатутлийскую родину, верной военной причади, проявил геройство и мужество, был убит 11 февраля 44-го года. А я получил письмо, вот, от комком взвода его, так, раньше месяц, что он убит, так, прямым попаданием мины, так, его разбросало, только остался планшет, а планшет вытащил, так, посмотрел, там, сразу, и он написал письмо, не отцу, а мне, так, вот, вот, что так и так погиб, вот, а потом через месяц приходит извещение, вот, то же самое, вот, вот оно, сапер, вот, два танкиста, но этот сразу в первых боях накрылся, а Горбунов прошел всю войну, всю войну и служил Ну, заканчивая, это речь, да, полковника, уже, вот, даже в последнее время, когда война к концу, вот, он, командир говорит, ну-ка, на мой танк будешь водить, все, вот, уже бой с командиром, вот, частью ходил. Вот, и это пел, так, это в школе, в японской школе, там, есть, я написал, все, дальше, Леонид, вот, мы писали, вот, ЛСМ, за Леонидом ухаживает, там интернат, который, вот, поиском занимается, он был похоронен там, Нарва, вот, деревня какая, все сказано, и ухаживаясь, вот, присылали они, вот, музей школы номер один, Вот, вот, интернат делал, вот, это у меня все время, когда Советский Союз был, вот, все, еще там много, они за ним, за этим ухаживают. Вот, кстати, все. Ну, а теперь давайте вопрос. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Было. Я скажу. Вот этот брат, он учился здесь, в школе, вот, авиатором, так. Ну, когда, это, инструктор вел сам самолет, еще это самолетом получилось, так упали, так приезжают. Это перед военом. Говорить, в верхах дают, что будет война с Германией, обязательно, говорить. Вот, причуслие, это его слова. Вот. Как война началась, его сразу забрали. Он 10 классов кончил, его сразу забрали. А меня в 44-м году из 9-го класса забрали. Вот. Вот это. А что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Хайлингале, начале Второй мировой войны в Европе? Думали вообще об этом? Или не было времени? Нет, я это видел. Ну, как вас туда направляли. Вы не доехали, а там уже... Нет, это были предвоенные, вот эти вот вопросы. Перед войной не думали, да? Да. А что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Это же Корея. Ну, вот накануне войны, что вы думали о действиях нашего правительства? Ну, точнее, тогда советского правительства. Перед войной, что ты думал? Да ничего. Откуда он? Да, встали. Тут тоже, наверное, ничего не думали, да? А как вы узнали о начале войны? Какой? Ну, вот как раз отецственный. Ну, как вы узнали, что война началась? А, сразу сообщили, я на рыбалке был. Так, только подъезжали к берегу, уже стоят люди. Вот это война. А какая была реакция вашей и ваших близких? Ну, отец сказал, германцы, это дело... Я, говорит, воевал с ними. Такие люди, что... А что вы думали тогда о причинах войны? Тогда? Угу. Ну, мы не готовы были, потому что, ну что, как вам сказать? Только готовились. Все, тяжелую промышленность поднимали. Сельское хозяйство, прочее. Ну. А вы слышали речь Молотова 22 июня 1921 года? Слышал, слышал. А речь Сталина 3 июля 1921 года? Слышал. Какое впечатление они произвели тогда на вас? Ну, впечатление хорошее произвели. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Как, как? Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Как вас в армию призвали? Так, я был в девятом классе, так, осенью. Приносят путевку. А мы, класс был 40 человек, 27 года трое. И трое им принесли сразу. Ну что? Служить? Служить. Пошли. Вот. С Чернавы 25 человек. Вот, дали повозку. Котомки бросили, а сами пешком дошли. Да, из Малкова. С Измалкова, вот. Погрузили, это как его, в вагоны и повезли. Привезли в Тамбов, вот, полк там, значит, три роты. Наша рота ПТР. Мы, ПТР, я поступил, все чернавские наши друзья. И четыре месяца прослужили, получили специальность. Вот. И у нас поход на 500 километров от Саратова. А потом уже направили в Польшу учиться, кто куда хотел. Кто на офицера, кто на связиста и прочего. А вам приходилось принимать участие в каких-нибудь сражениях, операциях? Там, обороняли город или освобождали село? Нет. Нет. В боевых действиях я не участвовал. Вот, вот, у меня эта книжка есть. Где тут офицерская. Я не участвовал. Вот, мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. А что для фронтовиков было источником мужества? Что поддерживал тыл? Вот. Дальше. Поддерживали родственники. Письма присылали. Так. Вот. Вот я к Леониду ездил два раза. Так. Это же, а этот приехал, перебита, рука висела. Вот. Так что. А можете вы рассказать о подвиге, которому были свидетелем? Нет. А имеете ли вы награды? Награды? Угу. Ну, первые, это как, за 10 лет за БЗ, так, так, дальше. Ты их 13 у них не пересчитать. Ну, а какая вам? За 15 лет, может быть. Вот. А какая вам особенно дорогая и почему? Ну, за 10 лет, за 15, так. И дальше, 100-летие Ленина, якобы. Вот. Вот смотрите. Я здесь. Это жены. Глаза смотришь? Здрасте. Глаза смотришь? Здрасте. Это наш... Спасибо. Это переходящее знамя этому заводу гидропривода. Получает так, вот это знамя. Вот я. Заслуженный специалист завода гидропривода. Так. Вот это первый секретарь горкома Белых, колесник нашему заводу. Вот. Это партсорх. Вот. Это все заслуженные специалисты. Сразу тут же приезжает, это как его, Воронежской у нас не было, этого, съемки на телевидении. Так, приезжает и сразу нас сфотографирует, так. Вот. Показывали по этому, по телевизору, так. И мы садимся и едем в Москву, вот в Москве, вот. А вы где? Я? Сейчас я покажу. А, вот. А с какими чувствами вы шли на войну, а с какими возвращались? Ты с победой, конечно, с радостью. Как? Нам сто грамм давали за это дело, когда это кончилось. Концерты даже делали. А как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли сомнения в победе? Как вы отнеслись к тому, что Красной Армии пришлось отступить? Ну, как я отнесся. Мне отец сказал служить честно, так. А когда немцы пришли, как вы говорите, пришли, так и уйдут. Вот. Вот его слова. А что вы знали осенью 41-го о положении под Москвой? Ну, так что я, я тут из прессы, конечно, знал. Что победять. Особенно там Жоков его командовал. И надеялись, что победять. А как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к Москве? Ну, это образно показывали. И, вот, по телевизору и так, и говорили, вот, что всеми средствами все-таки победим. Вот. Это внушало. Вот, хоть возьмите этот, как его, Ленинград. Вот. То же самое. И сам Жоков был. Вот. Он внушал то, что сразу приехало корабли топить. Так. Пушки взялай. Так. Давайте разворачивайся. Бить. Так. Вот. Видишь, какое дело. А что вы почувствовали, узнав о начале контрнаступления под Москвой? Ну, вдохнули. Вот. Что? Идем вперед. Ну, наверное, вы еще молоды были, особо как-то и не задумывались. А были у вас командиры? Командиры? Да. Были. А кто из них больше запомнился и чем? Командир, сейчас я скажу, нас обучал. Вот в этом, как я, в Польше. Так. Мы вот там год учились. Начальника радиостанции. Так. Отлично знал. Никогда не ругал никого, ничего. Так. Вот у меня сидит фотография здесь. Сейчас я скажу. Кашаев. Сейчас. Что надо делать? Кашаев. Так. А этот сержант, который учили нас. Так. А это выпускники. 15 человек. Все. В Польше. Свейгнит. Были. Дальше. Когда попал я в Среднюю Азию, майор Боярина, так, командир батальона связи, вот мужик, меня вызывает, и мой друг, вот, тоже с ним вызывает. Так. Извините. А кого вы и ваши... Так, вызывает, так и говорит. Вот, говорит, твой друг, так. Так, это приказ есть перед Сталина, так, вот, хороших людей, так, которые знают технику, летную связь, имеется в виду радиостанции, так, наземную, а я же начальник радиостанции, командир, помком взвод был, так, вот, это в 50-м году. Вот, говорит, вот, говорит, этот твой друг согласился, никаких, ничего, сразу дают звание, младший лейтенант и командир взвода. Сейчас, лычку широкую имеешь, так, сержант, старший сержант, а теперь, это, младший литерал. Спасибо.